В этом расстройстве, то есть тревожном расстройстве, либо тревожном депрессивном У него, он этого не хочет и у него формируется такое убеждение Я вот никогда не хочу, чтобы у меня было тревоги Но это неправильное убеждение, на самом деле тревога нам дана природой Даже, я вам скажу, положительные моменты тревожности, когда она, скажем, рациональная Тревога нас мотивирует к некому действию Тревога нас мотивирует к движению Если бы у нас не было тревоги, не было кортизола, то мы бы были вот такие ленивцы Вот есть такие мишки в Китае, по-моему, эти ленивцы Которые ладят по деревьям, пока он там лезет по этому дереву Он там 10 раз заснет Мы бы примерно были вот такими ленивцами Ходили бы вот такие сонные, такие важные, степенные, понимаете? Поэтому, поэтому найдем в рациональной тревоге плюсы А не только мы сейчас видим в ней минусы Минусы, но она нам для нашей жизни необходима Потому что кортизольчик, он бодрит человека Он его заставляет двигаться, что-то делать То есть, иными словами, жить Поэтому тревога неотъемлемая часть нас И это нам нужно понять Те, кто находится в этом состоянии Что тревога есть, была и будет И будет, и будет Периодически возникать волнение наше Тревожность Это нормально Поэтому нужно осознать это И правильно построить свое убеждение Наша задача Учиться справляться со стрессами Учиться справляться со стрессами А не пытаться от них куда-то спрятаться И от них куда-то уйти Куда-то спрятаться и от них куда-то уйти Шлава, что ты погас наш этот самый Виттер понятно попытка спрятаться от стресса и куда-то уйти это невозможно это невозможно потому что мы попадаем в разные ситуации вне зависимости от нас правильно мы можем переходить дорогу и какой-то водитель который там залип в телефоне отвлекся на что-то может резко притормозить перед нами и мы как бы это отреагируем то есть это есть стресс поэтому правильная задача учиться справляться со стрессом вот чему чему обучает кпт ну иными словами ну скажем обучаю я это учиться справляться со стрессами поэтому вот вам нужно понять правильность вашего убеждения так ну вот уже пошли вопросы сейчас буду смотреть зачитывать если хотите задать вне очереди вопрос вы получить сразу ответ через берзи давайте ну карточка сберку номер у нас на эфире или через донатинс тогда будете получать ответ вне очереди а также свою очередь когда объясняется как работать с мышлением даже психолог мой не смог донести до меня эту тему эту тему а вы я вам сейчас расскажу ясно очень вот пропустил ярослава сейчас так извиняюсь а вы сейчас я к вам вернусь так я росла подскажите когда становится плохо то кажется что вот сейчас совсем плохо но начинаешь вспоминать то бывало и хуже да вот этот ярослав есть такой интересный момент интересный момент и это кстати работает у меня у меня кстати записано в нашем плейлисте есть ролик на эту тему когда ты начинаешь приводить примеры худшей ситуации чем у тебя то есть на твой взгляд на твой взгляд ты начинаешь приводить хуже ситуацию то есть вспоминать хуже ситуацию которая там например а у кого-то бы у кого-то есть ли у кого-то было то тебе становится легче это так работает я не знаю как но это работает потому что у меня был такой момент когда ты находишься в ситуации вот в этом расстройстве то к тебе приходят такие мысли что ты уже не можешь выдержать что тебе так плохо и это так невыносимо это так невыносимо и от того что мы так думаем нам действительно становится еще хуже первое нужно понять вот это когда ты думаешь это есть твои мысли и эти мысли они действительно делают тебе хуже потому что ты так думаешь то есть эти мысли когда приходят это и есть ты так думаешь второй момент когда ты начинаешь сравнивать ситуацию мне как-то на мой ум пришла пришло воспоминание когда мы были маленькие нас возили в деревню лето в деревне проводили у нас был ветеран двух воин двух воин человек который прошел две войны связано было в том первое это мне хуже всех и второе что стресс он как бы убивает меня появляется такая мысль потому что у нас сформировано убеждение все кругом трубе трубят что стресс это плохо стресс там человеку болезни вызывает там ну и все вот по этому набору но понимая того что ты в данный момент от своего состояния по одному щелчку не избавиться то нужно заставить свой мозг поверить в другое работать другом направлении то есть я стал себе говорить что стресс меня делает только сильнее и об этом себе постоянно напоминал и со временем то есть я начал верить все запустил получается там ты запускаешь программу организме и твой мозг стресс воспринимает наоборот себя как на закалку вот так вот такие вещи происходят и второе вот ваше сравнение вот вернусь обратно вспоминал дедушку дедушки было 90 чем-то лет 90 то ли 3 то ли вот в этом районе но то что ему было за 90 то это точно было дедушка прошел две войны и я стал думать вот он же там выжил то есть и вот он дожил до такого-то времени значит что знает значит здесь был как контраргумент что стресс стресс не убивает что стресс как вам сказать я скажу одну вещь стресс на нас действует ровно так как мы его воспринимаем как мы его воспринимаем так на нас действует стресс если мы думаем что он нас убивает он постепенно будут нас долбать то есть прибивать если мы будем верить другое то соответственно мозг воспринимает по-другому и у нас будут внутри нас происходить по-другому то есть если стресс меня делает сильнее значит программу которую ты загружаешь в мозг она работает на тебя то есть позитивном моменте хотя ты испытываешь болевые ощущения и так далее но но программа записана тобою записанная тобою она будет точно так работать как ты ее записал у себя в мозгу то есть какой ты идеей с какой с каким ты словом воспринимаешь эту ситуацию вот и вот про этого дедушку в действительности когда ты начинаешь видеть шире и начинаешь видеть ситуации тех людей которым хуже чем тебе в твоем понимании например вот мы находимся в этом состоянии но у нас есть руки ноги глаза то есть мы у нас все на месте много большое количество людей которые ну небольшой ну скажем часть людей которых отсутствуют то ли иная конечность тот или иной орган то уже если подумать так то тебе уже лучше чем тем людям которые находятся вот с этими с этими телесными дефектами понимаете потом у тебя нету таких например болезней как рак там ну таких серьезных болезней и это ты понимаешь и значит тебе уже лучше чем тем людям у которых это есть и когда ты начинаешь вот так сравнивать то тебе начинает становиться легче легче то есть вот большая распространенная такое повествование да у соседа умерла корова то второй сосед он рад потому что тому соседу хуже чем тебе вот это в принципе так и работает соседу хуже чем тебе значит тебе лучше тебе веселей потому что соседу хуже чем тебе понимаете вот этот принцип работы вот так теперь перейдем к а вы александр спасибо мне становится лучше я вас я вас очень понимаю что вы имеете ввиду когда объясняется как работать с мышлением даже психолог мой не смог донести до меня эту тему я вам скажу по поводу психологов которые теоретики которые учились именно имеют только теоретическую базу базу плюс они набирают опыт это уже именно в работе ну как и везде чем больше ты чего-то делаешь тем больше ты понимаешь если ты хочешь это понять сам себя совершенствуешь там быстрее делаешь то есть у тебя что есть формируются навыки навыки но но есть один нюанс тот кто через это не прошел он не знает тонкостей он не знает тонкостей и как говорится не прочувствовал это у тебя все равно не будет понимания у тебя не будет понимания как оно происходит там в отличие от тех кто через это прошел если я через это прошел я все это ощущал я когда делал когда делал какие-то упражнения я анализировал именно себя я видел как это получается и видел как это происходит я уже не один раз говорил что очень умная как скажем ну обученная в разных государствах в разных институтах девушка женщина мой учитель она 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 в некоторых моментах некоторых позициях записывала за мной когда я ей раз ей рассказывал что и как я делал не бой была большая такая тетрадка она ее открывала и быстренько быстренько за моим разговором заносила себе в тетрадь это уже было потом когда я уже определенное время тренировался то есть уже анализировал понимал что как происходит и и сам через самоанализ делал некоторые вещи видел как это происходит и мои она рассказы были такие моменты за запис записывала свою свою большую вот эту тетрадку свою тетрадку то есть что и как я делал в каких моментах поэтому вот кто через это не прошел не прошел он не будет знать тонкостей и и там тяжело иметь понимание вот что человек имеет виду и как оно происходит то есть у тех кто только учился учился имеют иными словами теорию но не имеет про не имеет практики практики в плане не того что когда ты ведешь людей да там человек тоже обучается ему раз на человек рассказывает он этой если он умеет думать и заинтересован он имеет интеллект он это анализирует осознает как он это делает то хоть это тяжело понимать тяжело понимать что своего ну они психологи клиент называют тяжело понимать своего клиента и они там работают чисто методичками то есть чисто по определенному шаблон поэтому поэтому все такие тонкости все такие тонкости они они только ну я я это мое личное мнение я не делаю это утверждением что оно таки есть но все тонкости они в тебе там когда ты выходил и ты их видел и ты их осознавал и понимал понимаете вот это мое мнение что различия между специалистом который обучался теории и человеком который именно прошел вот через это состояние и вышел с него вот такая будет разница так звук звук дребезжит слава сделано 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 так идем идем дальше добрый вечер так добрый вечер что делать слежу как овощи кажется что это уже на самом деле болезнь состояние улучшилась смотрите катя вы лежите вас будут погружать ваши мысли вы будете в ловушку ловушки своего мышления в ловушки своих мыслей они будут либо негативные либо тревожные вы попадаете в ловушку это мышление у меня это я ролик есть ролик где я сказал если вы находитесь депрессивном состоянии ни в коем случае не садитесь и не ложитесь потому что это будет ошибка я когда ложился меня полностью захватывали негативные мысли и я был под их управлением то есть не управлением а полностью под их влиянием они меня абсолютно захватывали и и все я в них погружался как когда ты двигаешься то нами управляет мозг то есть нашими органами руками и ногами зрением языком управляет мозг а значит ты уже отчасти начинаешь его отвлекать вот от этих мыслей свой этот мозг и уже при движении ты чуть-чуть уже есть какой-то момент немножко отвлечения но но там основное это учиться работать с мыслями убирать мысли сейчас я вам покажу вот кто находится сейчас в депрессии и захвачен именно негативными мыслями закрывать закрывать кажется вам доску хорошо видно отлично отлично я вижу там не все уже видно хорошо лишь разверну смотрите что происходит ты может считаешься до доску на слишком увеличена до на себя еще дальше вот так давайте представим вот этот сосуд это мы стаканчик сосуд у него приходят негативные мысли вот они идут к нам вот они у нас скажем крутится оседает вот черное это будет негативные мысли красненькие вот красненького нету синенькие блин они они особо будут видны но вот и нарисую но я смотри ближе покажу вот синенькие вот черно есть раз мы захвачены негативных мыслей больше чем у нас позитивных либо нейтральных да то есть мы в плену получается негативных мыслей вот они к нам приходят и если человек их думает вот эти мысли негативные что мы делаем мы думать их начинаем мы начинаем думать обдумывать они нас давят мы их думаем то есть напишу думать думать мы что делаем мы их думаем мы свои мысли дума ем то чем больше мы их думаем вот эти негативных мыслей то тем больше их становится тем больше их становится то есть они начинают вытеслять уже полностью нейтральная либо там позитивные мысли скажем так то есть мы полностью начинаем попадать власть наших негативных мыслей они больше 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 становится и они забирают они нас забирают то есть мысли у нас получается одни И, соответственно, следующий момент. Чем мы меньше их обдумываем, то есть иными словами убираем их. Чик, чирык, чик, как бы чик-чик выкидываем мысли. Это получается, мы их меньше обдумываем, мысли. Значит, что? Значит, их меньше становится. Значит, их постепенно становится меньше, меньше, меньше. Вот, видите, как их убирают. Мы их меньше думаем, вот они начинают у нас, ну, меньше их становиться начинает. Они меньше начинают приходить. О том, кто находится... Ну, и так вот, мы выходим вот с этого негативного мышления. То есть, все, мы его убираем, а себе как бы запускаем вот позитивные мысли. Вот, вот как это происходит. Как бы, чем больше мы думаем негативных мыслей, тем больше их становится. И чем меньше думаем, меньше, тем их меньше становится. Меньше. Меньше. Вот как это происходит. Это происходит в депрессии. В депрессии, когда мы уже находимся в состоянии депрессии. Депрессия тоже имеет разный уровень. Разный уровень. Она тоже делится на, там, на несколько частей. Сама депрессия. Сама депрессия. Глубокая, средняя депрессия. Вот оно тоже, она подразделяется. Как ее определять, я уже рассказывал раньше в своих прямых эфирах, как увидеть и даже распознать депрессию именно у близкого своего человека, там, родственника, там, ребенка и так далее. То есть, как понять, что человек, он постепенно-постепенно погружается и вкручивается в депрессию. Так, Ирина задала вопрос, она нам задонатила деньги. Вот ее последний вопрос. Ответь на ее вопрос первым. Вижу, симптом перейти в хроническую форму. Дети вечера, начинается сжатие в груди, удушья, держится до часу ночи. И так уже давно пробовала переводить часы. Переводить часы, а часы... Смотрите, Ирина, хронической формы здесь не существует. Что считать хронической формой? Хроническая форма – это выученная привычка вашего мозга. Вот то, что называют хронической формой. Дело в том, там идет такой очень интересный момент, когда ты фокусируешься на симптоме, и ты его держишь своим думанием про это. То есть, мозг якорится. Вот у меня, я как вспоминаю, тебя там раз, дискомфорт в груди, тебя раз, там начинает поджимать болевые ощущения. Что? Так, ты туда нырнул, твой мозг туда тебя стянул. И он постоянно про это думает. А ты же, думая про это, у тебя как бы идет тревожное мышление. Ты же вот начинаешь такие мысли, а вдруг кто? А вдруг это? Ты это постоянно, даже вы будете не замечать, как вы это контролируете. Вы все время сфокусированы на этом. Видите, вы пишете в 9 вечера, у меня произошло в 9 вечера, и вы держали, вот если мы посчитаем, 4 часа. Вы 4 часа висели на своем симптоме. А думая про этот симптом, ты как бы, получается, его и поддерживаешь. Понимаете? Своим мышлением ты его поддерживаешь. Своим вот этим наблюдением. И если вы проанализируете, у вас уже такие моменты будут, если вы переключились и где-то отвлеклись, то симптом, он все, он как бы исчез. Мозг перестал про него думать, мозг стал думать про другое. И симптом как бы, бац, вы даже этого не замечаете. На полном переключении вы забываете про него. Понимаете? Но как только где-то тискануло, жимануло, мозг тут как тут, он снова там. И он снова начинает фиксироваться на этом симптоме. Это будет что угодно. Это может быть грудь, это может быть там не менее руки. Там идет фокусация, вы можете фокусироваться на любой части тела. Он может как на одном месте фокусироваться, так он может бегать полностью по вашему организму, ваш мозг. То есть здесь проявление произошло, раз он сфокусировался здесь, потом пальцы на руке занемели. Он уже там. После пальцев там, например, спазмировалась поясница, там болевое ощущение произошло. Он уже на пояснице. Потом, условно, там ноги что-то ватные стали. Он уже на ваших ногах. И вот он может как на одной точке сидеть у вас. Вот у меня было очень длительное время на хронической боли на пояснице. Была зацикленность на пояснице. Постоянно, круглосуточно. У меня была зацикленность на моей пояснице, на этом болевом ощущении. Вот. Также у меня было... Это вот его бег по твоему телу. Но вы заметите, что скайнер идет постоянный. Он непрерывный. То есть вы постоянно мониторите свое тело. Ваш мозг постоянно сфокусирован на вашем теле. Он постоянно фиксируется на этих болевых, сильных, не сильных проявлениях. Он постоянно... Он там. Вы постоянно на себе. Либо второй момент руминации, это когда человек постоянно в своем мозгу. Он постоянно гоняет мысли про свое состояние. Вот он ходит и постоянно крутит. То есть там будет идти вот таких два момента. Либо в голове сидишь, либо постоянно сканируешь свое тело. Но это и есть постоянное думание про твое состояние. Вот это и есть руминация. А соответственно, когда ты сфокусирован на телесных этих проявлениях, тебя же это тревожит. То есть у тебя есть определенного уровня страха. У кого-то больше, кто его понизил меньше. Но все равно вот это волнение, оно будет существовать. А соответственно, что оно будет подпитывать тревожность. А что у нас вызывает вот эту всю симптоматику? Тревога. Потому что спазмируются мышцы. Там идет, увеличивается, скажем, проводимость электроимпульсов. То есть передатчик мозга по нервной системе, как мозг передает команды, это импульсами. То есть током увеличивает ток. Увеличивает ток. То есть проводник увеличивает напряжение. Вот как бы, скажем, в розетках провода есть 220, есть 360. Скажем так, у нас, ну, представим образно, нужна норма 220, проводник наш. А у нас он повыше 360. Поэтому мы испытываем прострелы, колики, там, гудения в нашем теле. Вот всякую вот эту, всякие вот эти проявления, которые приносят нам, мягко говоря, дискомфорт. И вот если ты все зациклен на этом, то есть ты заякорен на этом, завис на этом, то это такая есть ловушка, ты постоянно, твой мозг будет это все сканировать и отслеживать. Сканировать и отслеживать. И вы будете залипать, вы можете сутками ходить. Вы можете сутками ходить, и вы увидите, что вы постоянно про это думаете. Вы постоянно сканируете, вы реагируете на эти симптомы. Возникают мысли, вот особенно возникают мысли, а вдруг сейчас, а вот тогда не было, сейчас будет, А вот, например, вдруг, вот я неделю назад проверялась, доктор сказал, сердце у меня нормальное, а вдруг вот за неделю уже с ним что-то произошло. Вторые такие мысли у людей, а вдруг доктор, наверное, некомпетентен, он ничего там не понял, он, наверное, чего-то не увидел, и поэтому у меня, наверное, что-то сердце. Вот такие мысли. А мысли сомнения, они и являются кормом для вашей тревоги, то есть они и поддерживают тревожность, сомнения сразу будут вызывать тревогу. Поэтому, Ирина, вот я ответил на вас вопрос, и вы увидите, как только вы переключились, то у вас она выключится как бы, может сразу выключиться. Еще тревога может, вот ты вроде бы успокоился, мне человек вопрос задавал, ну я вроде уже успокоился, а все равно фоновая еще тревожность, она полностью не осела. Она может быть как шлейф, то есть вот самолет по небу пролетел, то есть сам самолет уже пролетел, а за ним тянется белая полоса, то есть выхлопов или чего там за ним. Ну, наблюдаешь такую белую полосу, вот точно так может быть работать тревога. Ты можешь от лечениям ее выключить сразу, вот особенно когда ты сконцентрирован на себе, но если ты растревожился, так уже сильно, то потом успокоился, но еще шлейф тревоги может тянуться. Смотрите, давайте с вами, Ирина, проведем эксперимент. Вы идете к холодильнику, берете замороженную курицу. Если нету курицы, берете замороженные ягоды. Ну, все морозят на зиму, да, там ягоды, там кто что, но мясо там мороженое, там кусочки у всех есть. Берете этот замороженный кусочек, кусок, курицу, полкурицы и ложим этот кусок себе в районе, в районе, скажем, где кожа наиболее не грубая, а то есть кожа наиболее... Мягенькая, нежная, нежная, да, не мягенькая. А где у нас получаются такие районы? Это район вокруг паха, левое бедро, правое бедро, либо живот. И вот берете и этот кусок ложите себе на живот, либо на левую часть ноги, либо на правую ногу. И вы увидите, как ваш мозг отчасти он переключится на дискомфорт. Он сразу, если не весит, не полностью, а то с большей своей процентной вероятностью, он будет в той точке, где будет соприкосновение вот этого вашего замороженного продукта с вашим телом. И вот через такое, но это не упражнение, а через, скажем так, такой эксперимент, вы поймете, что значит отвлечь мозг от сканирования вот этого своего состояния. Люди, есть даже люди, которые не могли, не могут выдержать вот этой тревожности, вот этого состояния. Они себе резали руки на внешней части, то есть не вены, а вот здесь делали ножевые надрезы ножом. Для чего? Потому что когда ты режешь руку, ты вызываешь себе болевое ощущение. То есть человек не может выдержать вот этого состояния, он начинает то, что называют мазохизм, например. Но они делают это для того, чтобы мозг, они этого не понимают, но мозг, он переключается на болевой синдром. И вы это заметите. У меня где-то есть ролик, я записывал его точно, но это может на старом канале, который у нас заблокировали, заблокировали. Я там рассказывал про такую методику, как резинку щелкать. То есть оттягиваешь и бьешь себе по запястью. А что происходит, когда вот у тебя эти мысли, ты не можешь от них там как бы избавиться, ты не можешь от них переключиться, ты не можешь с ними, они тебя все время торпедируют. То делали, как только они щелкаешь себе по запястью, то есть здесь тоже нежная кожа, да, более нежная. И болевое ощущение, оно заставляет мозг отвлечься вот от этих мыслей. То есть, иными словами, переключиться, переключиться. Поэтому можете применять эту практику тоже, как только попадаешь в эту, в ловушку своего мышления, этого сканирования и так далее. Можно щелкать, чтобы отвлекать мозг от этих мыслей через щелчок. Также можно на мозг ругаться, ругаться, злиться, можно его хвалить. Так, поддерживайте канал. Если вам нравится, ставьте вот эти пальчики, там, сердечки и так далее. Задавайте вопросы, да. Да, и по возможности, ребята, мы это все делаем на своих, как вам сказать? Ресурсах. На своем энтузиазме. На своем энтузиазме. Но все нужно понимать, все за собой ведет это финансовые ресурсы. Поэтому, поэтому, не забывайте по возможности, по каждого, по вашей возможности. Поддерживайте нас с финансовой точки, с финансовой стороны тоже. Потому что, как говорится, ложка дорога к обеду, к обеду. А потом, как в фильме, потом уже поздно. Когда надо было, вчера. Поэтому, поэтому вот такие моменты. Так, идем дальше. Скажет, может ли симптом перейти в хроническую? Так, вернемся назад, потому что ответили сразу на... А, вот еще, сейчас, подожди, Ирина, отвечаем дальше. Выходила гулять, отвлекаться. Гуляю с этим удушьем, пока симптом не натешится. Сколько ему надо, не отпускает. Как порвать? Смотрите, Ирина, даю вам еще один прием. Я потом его использовал при симптомах и при мыслях. Когда появлялись мысли. Ну, те, которые, скажем, мне были не нужны. Я начинал смеяться, хохотать и фокусировался на своем смехе. То есть, я начинал смеяться над мыслями и над этим симптомом. Хохотать, понимаете? Вот хохочешь, ха-ха-ха. А дело в том, что смех, это нам дан природой активатор нашего серотонина. Серотонина. Когда мы смеемся, у нас начинает увеличиваться выброска серотонина в мозгу, химический состав. И если кто из вас не знает, то я вам открою такую секрет, что люди позитивные, они меньше испытывают боль. То есть, чувства боли, чем люди негативные. Потому что за счет чего? За счет человек, когда позитивный, значит что? Значит у него радость, а значит у него больше получается больше, то есть радость и больше идет выброска серотонина. Так вот, секундочку, мне здесь один написал, что за бред серотонин не так вырабатывается. Хорошо, пожалуйста, тогда ответьте, вы обоснуйте, как вырабатывается серотонин. Дискант Виталь, как вырабатывается серотонин? Как в вашем понимании, как он влияет на... Так, пока ответа нету. Ответа я не слышу. Человек как бы со мной вступает, ну скажем так, не спор, а в диалог, что серотонин вырабатывается не так. Вот задал... Разными способами вырабатывается. Поэтому... Задал вопрос. Ну конечно, вот здесь высший человек написал. Ага. Минуту. Сейчас. Вот сейчас человек будет искать, как вырабатывается серотонин. Так, еще где-то вы про алкоголь написали. По-моему вы, вот... А как крутануть в стране, можно, да? Что-то оно назад... Еще вниз. Как алкоголь влияет на появление? На проявление. Алкоголь влияет на появление? Вот этот же вопрос. Вот этот же человек задает вопрос, как алкоголь влияет на появление. Где-то, наверное, какая-то ошибка. Можно трактовать на поведение, либо на проявление. А, на проявление тревоги. Все понятно. На проявление тревоги. Смотрите, здесь такой интересный момент. Алкоголь может повысить тревогу. И алкоголь может понизить тревогу. Сейчас объясню, почему и как это работает. Вообще, алкоголь, он относится, как бы, ну, к наркотическим вещам. То есть, и когда вы его выпиваете, у вас что? У вас, первое, затормаживается мышление. Вот ваши мысли тревожные. Ты уже не так фокусируешься. И второй момент, он действует на выработку серотонина. То, про которое вы меня отрицаете. Вот вторым своим вопросом, что это не так. У вас при любых наркотических веществах будет, первое, торможение нейросети. Второе, резкий скачок выработки вот этого вещества серотонина, гормона радости. Правильно? Значит, что? Если это будет происходить так, значит, тревога ваша начнет падать. Потому что все, пошел серотонинчик, а серотонинчик, то есть, запускается радостью. И все. И страх, тревога начинает гаснуть. Второй момент может сработать, сработать на приеме. Это по моменту приема. Вот если вы берете, и вот сейчас вы пиваете, ну, спиртной некий напиток. Второй момент, если у вас убеждение, что это для меня опасно, то при принятии спиртного у вас может пойти обратная реакция. Это страх усилится. Страх усилится, значит, тревога. Далее, как будет работать алкоголь в последствии того, когда она начнет терять свой эффект. Если, ну, я вот по себе рассказываю. Если примешь такую неплохую дозу, ну, скажем, это будет более 150 грамм. Там 300, 400, 500, то когда действие алкоголя начнет проходить, то есть, иными словами, вы начнете в норму приходить трезветь, то у вас произойдет резкое падение серотонина. Обратный эффект будет. А значит, что? Значит, появится страх. Он может быть даже необоснован. У меня так было. Хотя я уже довольно себя уверенно чувствовал. Это уже было там, когда больше уже на выходе я был. И мы были на мероприятии. Я, ну, скажем, выпил бутылку там брензи или не помню, там 38 градусов что-то или 37 градусов. Был вот этот напиток спиртной. И меня на утро в 4 часа утра выбрасывает сосна на страхе. Страх необоснован. Обоснован. Просто у тебя страх и все. Внутренний страх. У меня где-то записан ролик. Обоснованные страхи и необоснованные страхи. Но я как бы сам себя не подпитывал страха. Моя его выдержал. Подошел к окну. Как бы еще все спали. Было еще где-то между утром и ночью. Такое еще небо темное было. Я стал смотреть на фонари. И как бы отвлекся, отвлекся. И заметил, что все, страх мой начал как бы вниз, 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 вниз понижаться. Вот. Я ответил на ваш вопрос по поводу влияния алкоголя на тревогу. Но я так и не дождался от вас. Или дождался. Сейчас. Минутку. Дискант Виталий. Да. Дискуссия между нами. Но я так и не слышу ответа, что это не серотонин там вырабатывается. Или как-то вы сказали. А. Что за бред? Серотонин не так вырабатывается. Ну, я переключусь на YouTube. Вы пока ищите, как вырабатывается серотонин. И напишите тогда свою версию. Либо там чужую версию. Если вы найдете там в YouTube или еще в каких-то сетях, как вырабатывается серотонин. И тогда пишите внизу. Будем обсуждать. Так. Перестать спал. Так. У нас уже быстро-быстро пошли вопросы. Сейчас буду постараясь вернуться. Не прикрою, ходил гулять. Так, Ирина. Надеюсь, вы поняли мои объяснения. Помните. Это вот и есть залипание, думание и фиксирование, отслеживание вот этих психосоматических проявлений. Фиксация на них. И что интересно. Пока ты про них думаешь, ты будешь их держать. Потому что ты про них думаешь. Потому что ты про них думаешь. Вот про эти проявления. Поэтому что делать? Я вам сказал. Все. Делайте. Тренируйтесь. Тренируйтесь. Задача отвлечься от этих симптомов. То есть думать про другое. Увлечь мозг на другое. И применяйте смех. О, Наташка. Так, есть запрос. Слава, посмотри. Запрос на участие в вашем прямом эфире. Наталья. Дай запрос. Наталья. От тебя запрос пришел на участие в нашем эфире. Поэтому мы подключаемся. Если как бы у тебя желание. Либо это просто там что-то самое. Если нечаянно оно получилось. То есть подтверждение мы дали. Скажем. Еще раз. Насчет вопросов. Если срочно один хотят. Пишите через... Хорошо. Возвращаюсь назад. Сколько ему надо. Не отпускай. Порвать. Все. Вот, Ирина. На ваш вопрос. Надеюсь, я ответил. Вы поняли, что нужно делать. Нужно делать. Смотрите. Мозг будет постоять. Состоянно выстягивать. Это такая как привычка. Выученная привычка. Потому что мы раньше ходили. И все время думали про свое состояние. И мы что сделали? Мы сформировали привычку. Думать. Смотреть. Наблюдать. Где у нас зажало. Где у нас что. То есть это сформировано привычкой. Теперь эту привычку нужно перетренировать. Поменять ее. Перестать. Контролировать свое тело. И вот гонять эти мысли. Думание про свое состояние. Поступаю. Как вы учите. Перетерпливаю. Перетерпливаю. Еще такой момент. Есть такой навык на как бы такое упражнение наблюдать вот именно психосоматические проявления некими образами. Квадратик красненький, кружочек. То есть ты даешь этому проявлению образ. И видишь как бы это проявление в образе. Можно это будет тоже работать. Можно это использовать. Но я это не делал. Я шел путем через визуализацию и проговаривание. Я представлял себе какой я здоровый и сильный. Что происходит. Этим моментом ты переключаешь свой мозг. То есть на картинку. Сам себе создаешь картинку. Либо перед собой. Либо видишь в себе. А видишь в себя раннего. В себя раннего. Раннего в каком смысле раннего? Себя молодого. 20 лет назад. Берешь себе. Можете взять фотографию. Достать в ваших альбомах фотографии. Они есть во всех. Берете фотографию с какого-нибудь события. Себя. И просто в этот момент, когда у тебя идут телесные проявления. Потому что уникновение тревоги за повышение серотонина. Сейчас подождите. Вот вы нашли какой-то ответ. Смотрите. При раннем. Себя раннего. То есть молодого. Когда у тебя через воспоминания ты будешь молод и силен. И в этот момент образом налаживаешь это на себя. Либо видишь перед собой. Себя. Молодого и здорового. И вот так себе говоришь. Я молодой и здоровый. Там происходят такие интересные вещи. Первое. Проговаривание. Мы знаем, что оно со временем становится убеждением. Второй момент. Это идет момент ты работаешь на переключение. То есть мозг ты отвлекаешь. Ну и третий глубинный момент. Глубинный момент я изучал. Изучал. Последнее время я посвятил много. Что это именно квантовой физики. Квантовая генетика. Квантовая генетика. Так вот. Там есть такие удивительные вещи. Человек лечит сам себя. Именно через обращение к себе молодому. Молодому. Идя через это воображение, ты представляешь, что ты такой, как ты себе себя представляешь, есть сейчас на самом деле. То есть в данный момент ты есть тот, которым ты себе представляешь. Тем самым человек залаживает программу, которая запускает процессы саморегенерации, самовосстановления. У нас есть стволовые клетки. Стволовые клетки это носители информации от самого нашего рождения. Это как бы библиотека нашего становления. То есть от всех этих процессов, когда мы росли. Начиная с минуты нашего рождения, когда мы появились. И все туда собирается информация нашего взросления. Она содержится там. И эту информацию можно разбудить. То есть запустить процесс саморегенерации, самовосстановления. Ты как бы будешь свою память. Вот эти стволовые клетки. И через воспоминания они запускают процессы. Те, которые происходили с тобой раньше. То есть вот такие моменты, как, например, как мы, скажем так, постепенно увидаем. То есть у нас идет отмирание клеточек. Там клеточки чик-чик-чик-чик-чик-чик. Здесь происходят процессы восстановления этих клеток. То есть наш организм начинает воспроизводить. То есть делать замену вот этим погибшим клеткам. Понимаете, вот как оно происходит. То есть начинается процесс самовосстановления. Ведь если у ящерицы хвост отрастает, а это есть конечность, то почему ящерица процесс этот может делать, а мы этого процесса не можем делать. Потому что у нас есть это все, но оно как бы закрыто, запечатано в таких ларцах, которые мы не можем скрыть. У человека только саморегенерируются три части, ну скажем даже не волосы. Мы их стрием, они снова отрастают. Ногти мы их состригаем, они снова отрастают. И печень самовосстанавливается. Но если вот это все самовосстанавливается, то в теории, по идее, может восстанавливаться все. Все, что находится в нас и все, что имеем мы. У нас будет ролик на примере. На примере будет ролик, но пока нам там еще нужно задокументировать, как бы получить бумаги. Поэтому пока мы его не снимаем. Именно в саморегенерации. Ролик с человеком, который произошел процесс саморегенерации и самовосстановления. Вот, так, пойдем дальше. Так, при неправильном питании есть вероятность возникновения тревоги из-за повышения серотонина. Смотрите, дискант виталий, серотонин, серотонин, это гормон радости. А тревогу повышает картизол. Вот, понимаете? Картизол, это надпочечники, серотонин, это наш мозг. Конечно, все взаимосвязано и какую-то часть, например, эндорфины мы получаем при спорте. То есть, это составляющая серотонина, что входит в это составляющие серотонина. Ну, если мы начнем его раскладывать, уже на части делить этот серотонин, понимаете? Ну, конечно, там от еды оно все формируется вместе, но я по своему опыту, это я вам рассказываю по своему опыту. На тот момент, когда в депрессии находился, питание оно никакое. Во многих идет в тот момент проблемы с ЖКТ, то есть с желудочным трактом. Ты есть, не хочешь от слова совсем, то, что съедаешь у тебя там, может перевариваться бы как болевые ощущения в желудке, там происходить что угодно. Поэтому делаем вывод. Я себе подымал серотонин именно эмоциями. Эмоциями. Через эмоции и работы с мыслями я вышел с депрессии. Вышел с депрессии. На тот момент мое питание было вообще, можно сказать, никакое. Никакое. И поэтому, если вы акцент сильно делаете на питании, то я думаю, это заблуждение. Потому что я восстановил свой эмоциональный фон, свою подавленность, депрессивное состояние. Вылил именно через эмоции. Я понимал, как уже к тому времени понимал, как мы устроены изнутри. И какие мысли, какие эмоции влияют на наш химический состав. И исходя из этого, я стал принимать те действия, которые заставляли, например, у меня вызывать больше всплеск серотонина. И я вам скажу, я вот чуть-чуть, вот только немножко подымал, он у меня сразу снова падал. Меня снова придавливало, там мысли появлялись. Я там включал мультики, пытался смеяться по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, Ярослав, получатель Сберкарты, Вячеслав, это я. Это у нас карта. Все верно. Это наша карта. Это наша карта. Потому что я ездил в Москву, ее делал. Поэтому дискант Виталий, так на вопрос, то, что я был неправ, теперь, наверное, поняли, что я прав. Или потому, как вы мне иных доказательств и не представили, что серотонин вырабатывается не так. Вот. Ну все, вернемся назад на YouTube. Так, добрый день, я так ждал ваш эфир. Здравствуйте. Ирина, поступая, как вы учите, перетерпливаю. Подключите. Теперь, Ирина, смех. Смех, помните? Смех. Смех. Смех будет вырабатывать серотонин. И тогда мы меньше будем чувствовать вот эти болевые ощущения. И преуменьшайте. Помните? Все негативное преуменьшайте. У меня болит рука чуть-чуть, немножко. У меня жало чуть-чуть, немножко. Это тревожка. То есть, применять слова, те, которые будут уменьшать, искухоживать ситуацию, минимизировать ее. Если мы говорим, ой, ужас у меня, там болеющий, ужас. Мозг воспринимает буквально. Хозяин сказал, ужас, это самое страшное, что может быть. И вот так он потом через наше убеждение снова реагирует на эту ситуацию. Поэтому это нужно все знать, осознавать, перетренировывать, понимать, вот как это все работает. Симптомы вроде прошли. Как вылезти из своей головы, из постоянного контроля своих мыслей, разговоров с ними, успокаиванием себя. Постоянно. А что, если то? А что, если то? Смотрите, смотрите, смотрите. Здесь мне нужно понимать... А, вот пропустил. Добрый вечер. Так, пропустил, извиня. Татьяна, сейчас вернусь, Викторию пропустил. Так, добрый вечер. Выпила 25 капель валерьянки и сразу начало гореть все тело. Да-да, я видел, Веруслав. И страх, и тревога. Могла ли настойка спровоцировать такие симптомы или эта тревога? Настойка, я думаю, она не могла там 25 капель или 20 капель спровоцировать вот это, что у вас происходит. Вы просто, Виктория, вернитесь и обратите внимание, какие мысли были, когда вы выпивали вот эти 25 капель валерьянки. Это первый момент, который мог усилить у вас тревогу. Вы могли выпивать, но считать, что я неправильно это делаю, либо это мне навредит, либо вот с такой идеей, то есть с такими мыслями вы могли выпивать. Соответственно, усилились эту тревогу. Второй момент, может быть, это совпадение просто. Там часто в этих моментах происходит совпадение и люди начинают привязывать именно то, что с ними происходит, к никому внешнему фактору. Понимаете? Вот у меня была такая вещь, я когда получил первую паническую атаку, было очень жарко на улице, было 30 градусов жары. И я привязал, что мне плохо стало от солнца. От солнца. Но на самом деле, я получил паническую атаку, мне стало плохо от того, что уже пришло время. То есть, уже моя нервная система не выдерживала стресса, она не выдерживала моих эмоциональных перегруза. И поэтому просто было совпадение, что это было лето и я на улице находился в этот момент. Но солнце здесь было ни при чем. А не зная этого, я привязывал к солнцу. К солнцу привязал. Думал, ну, был убежден, что от солнца мне стало плохо. Потом, впоследствии, как только выходил я на улицу, приходила мысль, что сейчас снова будет плохо. Почему? Потому что солнце. И у меня точно раз, и были вот проявления, тебе как бы плохо становилось, и потом это все хуже, хуже, хуже меня. Вот ты дальше, тебе вообще, вообще, вообще плохо становилось. Вот только ты выходишь, мысль, и тебе сразу плохо. Мысль, а там уже мозг запоминает, как тебе было плохо, и он, получается, тебе постоянно это все воспроизводит. Постоянно это тебе все воспроизводит, вот это состояние. Поэтому у вас будет два момента. Либо вы зашли туда с позиции, выпивали эту валерьянку с позиции страха, что, а вдруг вот я выпью, она не так на меня подействует, или нет, может хуже стать. То есть, вот такие мысли. Вы как бы пьете для облегчения, но ваша мыслительная трактовка, а вдруг мне хуже станет, вот от этой валерьянки, понимаете? И поэтому оно сработало так, потому что вы своими мыслями, своим, как бы, своим видением, своим убеждением спровоцировали вот это состояние, усилили вот эту тревогу. Либо второй вариант. Так, начало гореть все тело, и жар, и страх, и тревога могу так еще спровоцировать такие симптомы, или это тревога? Это все тревога, Виктория, это все тревога. Вы всегда анализируете, какие мысли возникают перед проявлением ваших вот этих проявлений, потому что, может быть, после мысли эти проявления идти, но, может быть, возникать и без мысли. И вот там где-то, может, автоматически проскочили, вы их не заметите, их искать не надо. Тебе просто вот плохо стало, и все. Кажется, и мыслей не было, ты их просто не видел, но тебе стало плохо. Может быть так, может быть так. Поэтому, если где-то вы мысли не видели, они там были автоматически, их не стоит искать. Их не нужно искать. Если вы видите свои мысли, которые у вас запускают эту тревогу, и, соответственно, это состояние, от них нужно отделяться. Отделяешься и испариваешь ситуацию. Вот так работаешь. Как только у тебя получается отделиться от мыслей, то тревога у тебя либо не запускается вообще, либо минимум запускается тревожность. Если эти шайбы в тебя прошли, то все, по тебе пошла работа тревога. А, соответственно, пошла симптоматика работать. Так, 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 так. Так, Танечка, возвращаемся к вам. Александр, телесные симптомы вроде прошли. Как вылезти из своей головы, с постоянного контроля своих мыслей? Разговор с ними. Успокаивание себя. Постоянно. А что, а что если, а что если это? Все, я понял. Смотрите из своей головы. Вот здесь нужно понять. Со вторым вопросом непонятно. Вот с мыслями сомнений их нужно убирать сразу. Я думаю, вот они пришли, вы противоположную. Говорите, все, вот ты, как вам показать? Мячик какой-нибудь. Нету ничего такого. Надо, чтобы он скакал или что? Нет, просто. Вот есть такая вот случая. Нет, нет. Тяжелая. Это, да. Это такое, что, как вам показать? Смотрите. Вот мысль появляется в голове. А вдруг, это вот, а вдруг, вы что делаете? Их задача нам не слиться, не обдумывать ее. Ты ее вот как бы оспариваешь, но не споришь с этой мыслью, а как бы приводишь свой контраргумент, раз, вот ее скинул. Это один из вариантов. Вот ты как будто мяч прилетает, а ты его бах и отбил. Не с ним там вот в эти играешь, а вот раз она пришла, ты оп, ее скинул, как бы контраргументом, бах, все. Не придал ей значения. Понимаете? Либо можно попробовать злиться на нее. Вот ты ее, как будто она приходит, а ты пошла вон. Пошла вон отсюда, как бы пошла вон. Все, вы отделились. То, что мы проговорили за мыслью, это мы отделились от мысли. Все. Но как только ты шайбу эту пропустил, сомнения эти пришли, они сразу будут тревогу у вас вызывать. У меня так и было. Эти сомнения, они потом достают. Вот мысли сомнений. А вдруг? А может? Вот это все с этой трактовки. У тебя сразу же запускается тревога. Я потом уже, когда пришел, постепенно приходил, осознавал их, потом сразу вот ты как бы их отбиваешь, убираешь. Тихо. Вот она приходит, ты ее сразу. Пидем. Все. Вот как только она появляется, ты ее заметил, вот эту мысль сомнения. А вдруг? Я здоровый. Бух. А вдруг? Ничего не будет. Бух. А вдруг? Это чуть-чуть тревожка. Бух. Понимаете? И все. Вот сразу их как бы контраргументом глушишь эти мысли и все. Отбиваешь. Убираешь их. Потому что они какой-то период будут идти регулярно, и они сразу запускают тревогу. А если уже пошла тревога, тревога начинает работать по нашему мышлению. То есть идет обратная связь, она начинает искажать наше мышление. То есть все, пошла катастрофизация, ты там все залипаешь в эту руминацию, пошел крутиться. То есть вот это мысли-крючки такие я называю. Мысли-крючки, которые нам запускают тревогу. Тревогу. У меня есть ролик «Три ловушки. Как мы попадаем в руминацию». Этот ролик находится в плейлисте, да, Слава? Да. В плейлисте, то есть в программе по выходу с тревожного состояния. Там я рассказываю, как я видел, три момента, как мы попадаем в ловушку своего мышления, вот в эту руминацию. Начинаем тревожиться и крутить вот про свое состояние. Так, не забывайте поддерживать канал вот этими лайками, лайками, лайками. И по, 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 по тоже финансовой стороне, как бы тоже, ребята, помогайте, помогайте. Потому что у нас нету некого мецената, который нас там спонсирует, поддерживает и так далее. Мы на своих, как бы, на своих, на своих началах. Так, идем дальше. Так, 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 телесные симптомы вроде прошли, как вылезти из своей головы, из постоянного контроля своих мыслей. Так, еще, смотрите, Танечка, есть такой момент, такой момент, если он у вас есть. У меня был такой момент, вот ты сидишь, вот сзади в своей голове, у меня есть ролик. Вот здесь, в затылке, как бы. И я видел, вот, все мысли, которые у меня вот здесь в голове идут. Вот, как бы, вот здесь я нахожусь, и я слежу за теми мыслями, которые проходят у меня в голове. Ты, как бы, находишься в засаде. Ты постоянно ждешь ту мысль, которая, там, тебе тревогу запустит. Вот эту мысль, ты, как бы, постоянно ее выжидаешь. Ты боишься ее пропустить, чтобы не испытывать вот эту тревожность. Вот эту тревожность. У меня был такой момент, и ты ходишь, и я вот все время в своей башке сидел. Это, ну, это вообще такое удивительное, вещи происходили со мной. Вот. У меня есть тоже по этому поводу ролик, как снять вот этот постоянный контроль за своими мыслями. Поэтому, смотрите, я не знаю вашу ситуацию, потому что у вас описание, мне нету полной картины. Это у вас пару вопросов с контекста вашего вырванных, понимаете, а полного видения ситуации вашей у меня нету. Чтобы мне ее понять, это нужно персонально говорить, потому что человек зачастую некоторые вещи, то, что с ним происходит, он их не замечает, считает неважными. Поэтому он про них не описывает, но когда с человеком беседуешь тет на тет, то есть в личном разговоре, ты видишь ошибки у человека, как в его мышлении, и понимаешь то, что с ним происходит на данный момент. То есть полностью его рассказ дает понимание, вот это составляется пазл картину, картину дает. Поэтому, смотрите, я вам рассказал про две ситуации, вы смотрите, какая у вас, уже исходя от этого, применяйте приемы, которые я вам рекомендовал. Вот, идем дальше. Ух ты, тут блин, уже столько написали. Так, Ирина, так, кто у нас донатил, Ирина? Ирина, да, ну мы уже есть. Спасибо, с курицей попробую, в следующей эфире расскажу, как сработало. Сработает обязательно, Ирина, только смотрите, может быть такой момент, ваш мозг будет отвлечен процентом на 70, на 30, все равно вы будете сканироваться. Понимаете? Но вот эту разницу от лечения нужно до конца переключиться, чтобы на 100% мозг перестал сканировать свое тело, а переключился на что-то другое. Вот есть такая поговорка, раньше, как бы, трунили друг друга, вот я помню в молодости, там, например, говорят, если у тебя болит зуб, то ударь ногой об шкаф, да? А что получается? Начинает боль, когда ты ударяешь ногу, будет сильнее, значит, что мозг бросит свой зуб и переключится на ногу. Понимаете, как оно работает? Вот. Вот этот принцип, там работать будет. Так, Дима, помогите перестать, перестал спать совсем уже вечером, прут мысли, что опять не уснул, я скоро умру или попаду в дурдом. Дайте совет. Так, Дима, заходите в плейлист, плейлист, там есть ролик, страх перед сном, как научиться спать. Вот то, что вы описываете, у меня это было, страх перед сном. Там я подробно рассказываю, что и как делать, как вернуть себе сон. В дурдом вы не попадете, вы не попадете, то есть, не вы не попадете, а я вам скажу, там, в психиатрической больнице, это точно как в простой больнице, там ничего сверхъестественного нету, там есть отделение и люди лежат по группам, то есть, там, абсолютно нормальные люди, просто сейчас, на данный момент, находящиеся вот в этом расстройстве. Даже я вам, вас удивлю, туда многие, многие хотят там полежать платно, платно, особенно относятся много категорий, именно людей, которые находятся на высоких должностях, там, директоры завода, там, некие замы, там, и так далее. Там есть вип-палаты, поэтому там люди сами просятся туда попасть, понимаете, заплатно, заплатно, именно полежать вот в психиатрической лечебнице, понимаете. Просто у нас, в нашем воображении, что психиатрическая больница, это дурдом, правильно, а значит, там все вот ку-ку, понимаете. Там есть отделение, например, шизофрения, но это там будет отдельное отделение, и она будет, например, не соединяться с отделением именно тревожных расстройств, либо тревожно-депрессивных расстройств. Там просто люди, людей распределяют по категориям. В принципе, это простая больница, в которой вы лежите, если вы попали там с аппендицитом, с поломом, там, еще с какой-то проблемой. Обыкновенная больница, обыкновенная больница, ничего там страшного в ней нету. Просто у нас сложилось, это еще, наверное, Советского Союза, такое убеждение, что если человек побыл в психиатрической больнице, то значит, у него там все с мозгами ку-ку, ля-ля. Это человек, ну, не у всех, как говорили, не у всех. На самом деле, у нас неправильное убеждение, у нас неправильное понимание, что такое психиатрическая больница, там, отделение, они на отделении делятся. И я вам говорю, там много людей именно сами туда хотят попасть, чтобы полежать, как они говорят, немножко успокоить свои нервишки, понимаете. И довольно разных сословий люди там лежат, а те, кто имеет некие высокие должности, это представляется, какой у них стресс. И они туда, как в санатории, они туда, как бы, анонимно, ну, анонимно туда попадают, заезжают, лежат анонимно, специально, осознанно, чтобы подлечиться. Поэтому страшного там абсолютно ничего нету. Так, вот, поэтому, поэтому, и еще так, ну, вот у вас будут мысли, да, умру, умереть, вы не умрете. Чтобы понять, почему вы не умрете, нужно понять, какие процессы происходят внутри, Дмитрий, вашего организма. Как там происходят такие процессы, у нас есть ролики, у нас есть прямые эфиры, изучайте. Вы там поймете, что от того, что кортизол, у вас идет резкий выброс кортизола, и бьется сильно сердце, от этого вы не умрете, да. Вы же в школе бегали, дистанции, там, 100 метровки, мгновенные эти старты, или трехкилометровые забеги. И когда мы прибегали, у нас вот так выскакивало сердце, не хватало воздуха. Но мы же в тот момент не пугались, что мы сейчас умрем, верно? А сейчас мы пугаемся, правильно? Потому что мы не бегим, а у нас вот так бьется сердце. Просто мы не бегим, а наш мозг бегит, у него опасность. Он сейчас вот 100 метровку сдает, и поэтому бьется сердце, кортизол у нас выбрасывается, и вот бьется сердце там, и так далее. Вот все, что происходит по схеме. Когда начнется это понимать, начнет приходить осознание, что уже там я умираю от этой панической атаки, от этого страха уже сотни тысяч раз, уже месяцами, уже кто-то годами умирает. Но никак мы не можем, не приходит летание на исход, потому что его и не будет, понимаете? Вот сейчас вам интересную вещь расскажу, вам, чтобы вы понимали. У женщины, я думаю, у мужчины, при половом акте давление поднимается, поднимается давление до 180 на 120, пульс до 120 доходит. А, это при оргазме, при оргазме, там давление, идет скачок давления до 200, когда женщина испытывает оргазм. Возможно, у мужчины то же самое, что-то будет происходить подобное. Но мы же не умираем при этом, верно? Верно, не умираем. Вот то же самое, у нас до давления гуляет от нашего страха, от нашего кортизола. Но ничего не будет, мы не умрем. Так, Виталий, вы так и доказательства не нашли, как серотонин вырабатывается. Ну ладно, отпустим этот вопрос. Как понизить кортизол? Смотрите, какие вещи происходят. Мы можем отчасти расщеплять кортизол, это физическими упражнениями некими. Ну, неважно, там, ходьба, езда на велосипеде, там, отжимания, приседания. Но без, делаем это без фанатизма. Объясню почему. Потому что физическая нагрузка, если она тоже сильная, это тоже стресс. Верно? То нам получается, если мы там, например, на стрессе еще побежали, еще там 5 километров неподготовленные, бежим язык на плечи, то мы еще больше у нас, как бы, тоже стресс налаживается на нас, кортизольчик. То есть, гасится, это физическая нагрузка, но в меру. Что происходит? При физической нагрузке расщепляется кортизол. Идет расщепление кортизола. Кортизола. И выработка эндорфинчиков. Эндорфинчики, это тоже составляющая гормона радости, счастья. Вот. Дальше. Дальше. Но, но, смотрите, это всего лишь будет вспомогательное. Вспомогательное. Объясню почему. Я в свое время, долгие годы тоже тянул себя спортом. Но это не решило задачу. Эта задачу не решает. Почему? Потому что наш кортизол, это наш способ мышления. Кортизол запускает наши мысли. Наш мозг. Понимаете? Вот. Поэтому причина вот она здесь. Если мы не устраним причину, то мы можем бегать и прыгать всю свою жизнь. Но так ничего не изменится. Я помню, да. Ты вот пока тренируешься, первое, ты как бы немного отвлекся. Ты там кортизол немного расщепил. Там погасил вот этот тревогу немножко, вот это напряжение. Но как только перестал делать, там буквально на минут через 10, там 15. Все. У тебя снова, у тебя же мышление, оно не изменилось, оно никуда у тебя не делось. Все. Там снова мысли, снова оно включается. И соответственно, что? Все. Снова пошел кортизол. Ты же находишься в постоянном трахе. У тебя в твоем мозгу все опасно кругом. Вот и все. Все оно по-новому запускается. Понимаете? А бегать, там прыгать, ездить на велосипеде, там плавать и так далее, ты с утра до вечера просто не сможешь физически. Не сможешь это делать. Вот. Поэтому физическую нагрузку по возможности, ну кто может делать, скажем так. Потому что наше возрастное там состояние плюс физическое наше состояние. Да, это будет как вспомогательный момент такой. Но это не ключевой момент, который нужно устранять. У-стро-ня-ть. Некоторые сообщения не доходят почему-то. А, доказательства я написал выше от серотонини. Как понизить кортизол? Увы, помахали. Но несмотря на это все тревогу. Прочие атаки можно убрать психологически. Несмотря на это все. Так. Ну тогда мы потом уже будем. Долго чем оспорить не буду, конечно, но правды говорите много. Спасибо большое. Ну, спасибо, что на этом согласились. Так, идем дальше. Так, так, так. Ночью у меня мысли идут потоком. Что мне кажется, это не закончишь. И что происходит со мной. Так, 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 так. Обслуживает мысли, эмоции. Поэтому при позитивных эмоциях. Орботка серотонина, эндорфина, дофамина. Ну да, там составляющие. Там дофамин, эндорфины. Ну, они, наверное, формируют вот этот. Там, когда бабки, ну, серотонин в составы уйти входит там. Ну, я образно объясняю, как оно происходит. Как бы образно, поверхностно. Уже там сами эти серотонины, составляющие я на части не разбираю. Потому что, ну, это как бы информация. Нам не важно знать, с каких там частей состоит этот серотонин. Нам, тревожным людям, нужно понимать, зачем, для чего и почему. А рассыпать его там на молекулы, разбирать на части, нам это как бы не нужно. Нам это... Лишняя информация. Ну, да, скажем так, это информация, которая нам не дает неких привилегий в выходе вот с этого состояния. То есть, нам нужно понимать, как это происходит, а насколько оно там частей делится. Его там брать и делить постоянно. И бесконечно можно этот серотонин или кортизол там на запчасти его разбирать. Но нам это, оно, не важно. Ярослав вот еще сдал. А так, сейчас. В самом конце. Так, так, еще. Не видно Ярослава. Внизу перемести. Мышка в самом низу. Так, Ярослав. А у вас бывало так, что вы чувствуете себя неплохо, а потом в секунду у вас как будто все силы исчезли. Да, вот как раз это и было похоже такой на момент, как с Солнцем связано. С Солнцем связано. Вот ты просто выходишь, выходишь, у тебя вот это есть ситуация, Солнце ситуация. И тут же у тебя будет быстро автоматическая мысль. Сейчас будет плохо. То есть, Солнце это для тебя опасность. И все, вот оно происходит, мгновенно у меня происходило. Это там даже вот доли секунды, ты даже мысли не замечаешь, и тебе плохо становится. Дальше от мысли, вот сейчас будет плохо, тебе реально все плохо становится. Понимаете? Так это, я еще вкручивался, вот так было, это ты на пути полного вкручивания в то состояние. Потом меня все разносило круглосуточно, тебя там и разрывает, у тебя такое напряжение. Но я вас не буду запугивать, потому что человек тревожный, сразу начинает все на себя как бы налаживать. Было, было. Во всех оно, в принципе, по большому счету протекает одинаково. Одинаково, одинаково. Сама вот эти цепочки, как они протекают одинаково. Только я бы сказал один момент, это насколько ты туда просел. Сколько ты приобрел вот этих всяких уже, всяких вот этих моментов, которые присутствуют в неврозе, вот в этом расстройстве. Понимаете? Потому что ты входишь с панической атаки, начинается, ну, паническая атака, а потом уже постепенно начинает присоединяться там кардионевроз, понимаете? Вот последовательности я уже не помню, но расстройство, оно, если ты не начинаешь с ним работать, то оно как снежный ком работает. Как правило. Оно накатывает как снежный ком. Кто-то может дрейфовать в нейтральном состоянии. У него есть что-то, и вот он дрейфует в нем. У меня оно накручивалось. Оно ты вот где-то дрейфовал, потом оно больше, больше, и вот оно тебя как бы раскручивает. Почему? Потому что, смотрите, у нас, первое, не поменены наши убеждения, второе, уже от стресса у нас, как один подписчик писал, у меня поломаны все мои убеждения, то есть сформированы не неправильно. Ну, там не ломается, скажем так, а как бы формируется, потому что нейросеть, она это не, это, скажем, не вот эта палочка, вот эта палочка, которая, вот эта палочка, которая там, чик, вот ты ее там, как бы, о, сломал, на лице сломал. А нейросеть, это электрическое напряжение в нашей голове, то есть это нейроны, это как электрическое, поэтому они только мы можем поменять, то есть они сбиваются, вот эта нейросеть именно неправильными нашими убеждениями. Мы реагируем страхом, мы неправильно обрисуем ситуацию, мы пугаемся этого, то есть мы формируем себе неправильные убеждения там. И вот получается, ну, все как бы, как изменение, но, которое нужно обратно исправлять, исправлять, а именно мы как бы себя туда гоним страхом, загоняем себя именно страхом. А почему страхом? Наш мозг создан так, если мы не знаем, что с нами происходит, значит, наш мозг этого начинает пугаться, он начинает тревожиться. В этом состоянии с тобой происходит много того, чего ты не знаешь и не понимаешь, что с тобой происходит. Плюс мы начинаем пугаться, потому что у человека самый сильный страх – это страх смерти. А когда уже симптоматика подключается, то симптоматика, она связана с чем? Со страхом смерти. То есть у нас там происходит вот это, как я называю, грудная жаба. Жаба сдавливает, например, грудь. Если вы посмотрите по описанию прединфарктного состояния, будет все абсолютно, там, практически похоже. То есть при корзеневрозе и у человека, действительно, с физиологическими проблемами сердца будет проявление очень похожее. Невроз, он как бы копирует. Он проявление тебе дает такие, которые происходят, там, при, например, при инфаркте, понимаете? Там, либо вот в мозгу, когда у тебя тревожный мозг, происходит такое ощущение, как будто у тебя вот сейчас там произойдет инсульт. Инсульт, там, вот у меня спаивалось, что-то отрывалось, там, понимаете? Вот такие ощущения, там, а это там происходит тоже, эти всякие, как бы, нервные импульсы, и они дают ощущение, что у тебя там что-то оторвалось, там, что-то спаялось. Мозг этот от тревожности распирает, тебе кажется, что сейчас там все, блин, все тебе будет, сейчас лопнет эта голова, порвутся эти сосуды там. То есть вот это воображение начинает тебя загонять страхом. То есть на тревоге ты там, как правило, у тебя все негативное, про что бы ты ни подумал, это все катастрофа, это все вот приведет к неким уже летальным, к некому летальному исходу. И, конечно, ты этого пугаешься, ты этого боишься, потому что мы запрограммированы на жизнь, а здесь происходят такие вещи, которые очень нам напоминают о близкой нашей вот кончине, вот как паническая атака, страх чего? Страх умереть. То есть такая паея, когда выводят, ты чего боишься смерти, и вот все у тебя, чем выше вот эта волна, тем сильнее у тебя страх. Так, 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 так. Гормоны обслуживают мысли, эмоции, поэтому при позитивных эмоциях выработка серотонина, эндорфина, да, фамина, гормоны. Так, Жанна Сорокина. Гормоны. Гормоны, по-моему, здесь ни при чем вообще. Гормоны у нас, они больше будут, наверное, связаны не с эмоциональным, не с эмоциональным фоном, фоном, а может и при чем, а будут именно, наверное, гормоны, связаны именно там больше где-то с физиологией, а не эмоциями, ну, я так думаю, я так думаю. Ну, хотя вот, да, некоторых на гормональном фоне есть такое, да, у человека настроение, там тоже где-то, наверное, ну, взаимосвязь какая-то будет, но, я думаю, не такая серьезная именно гормонная к нашим. Наши эмоции, наши эмоции создают наши мысли, 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 они влияют на наши эмоции, именно мысли, если мысли негативные, мы печалимся, правильно, у нас печаль. Плюс там такие еще вещи от убеждений, когда у человека неправильное убеждение, там очень хорошо заметно, как после автоматической мысли у человека возникают эмоции, эмоции в теле, проявления в теле, вот. У меня со сном тоже так было, так, ночь у меня мысли идут потоком, что мне кажется, это не закончится, что происходит со мной. Ну, смотрите, Дмитрий, мысли потоком, человек, когда находится на эмоциональном перенапряжении, то есть на тревоге, что происходит? Человеку нужно быстрее принять решение, что делать, ну, как действовать в этой ситуации, поэтому есть такая способность мозга, это ускорять мыслительный процесс, мыслительный процесс. Второй момент, второй момент, тревога, она как бы определенного уровня, понимаете, если уже высокая тревога, то она влияет на наше мышление, и это я замечал за собой, то есть от силы и уровня тревоги тоже зависит наше мышление. Я потом анализировал и видел, что когда у меня тревога была выше среднего, то про что бы ты ни подумал, это все катастрофизация, то есть у тебя идет вот такое катастрофическое сценарий, как бы искажение, конъективное искажение. Когда тревога уже потом понизилась и было, скажем так, примерно до половины, то есть ниже высокой, ну, не такая высокая, то она уже мне так не скажала мышление. Вот это я вспомнил, вот вы сказали, я вспомнил, как оно происходило, потому что я много-много анализировал, когда выходил с этого состояния, я много наблюдал, делал, анализировал и осознавал, как оно работает, я видел это, как оно работает, понимаете, поэтому уровень тревоги будет непосредственно влиять на наше мышление, на наше мышление. Оно ускоряет, а если оно уже сильное, тревога сильная, то получается идет искажение катастрофизации, там, определенного уровня. Если она уже будет у вас девятибальная, там, на паническую атаку выводит, то у вас все, у вас вообще будет оно отключаться мышление, оно будет включаться лимбическая система, то есть рефлексорная, у вас просто гонит страх и все, вы ни о чем не можете подумать. То есть влияние тревоги на мышление зависит от ее уровня. Я думаю, это так. Я не утверждаю, что это так. Я просто делаю выводы со своего опыта, то есть как было у меня, и делаю выводы, анализ и выдаю эту информацию вам. Я, наблюдая за собой, я видел, как, на какой уровень и как влияет, то есть как уровень тревоги влияет на мое мышление, на мое мышление. Вот. Спал максимум полтора ночи, мы его вообще не спать несколько ночей, было страшно. Так, это ночью у меня мысли. Поэтому, что делать с мыслями? От потока мыслей нужно учиться его отодвигать от себя, быть наблюдателем. Вот как будто бегущая строка в телевизоре, когда вот они идут потоком, если вы обратите внимание, внимание, вот вспоминаю, они со стороны как бы заходят, вот они вот отсюда как бы идут в твоей голове эти мысли. Возможно заметите, возможно нет. Вот я помню, я видел какие-то мысли, но не помню какие. Навязчивые вот заходили со стороны. Вот. Какие-то они, какие-то будут со стороны. Я уже вот по воспоминаниям тяжело, но мост тоже стирает. Вот. Но вот от этого потока, когда вас гонит этот поток, вам нужно учиться либо отодвинуть его от себя, либо отойти от него. Это наподобие, когда вы сидите на вокзале, проходит электричка мимо вас, но вы на ней не едете, и вы не стоите у нее на пути. Вы от нее отошли. И просто наблюдайте, как она мимо вас проходит. Можете, можете, если получится, давать мыслям образы, представлять их, вот как электричка проходит. В образе электрички, вот пришла электричка, мимо вас идет. Вы сидите на вокзале. Либо бегущая строка в телевизоре, знаете, вот фильм какой-то идет, или какая-то передача, и внизу бегущая строка идет. Надпись там. Тэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э рекламная. И она так быстро протекает. Вот ваши мысли наподобие вот этой рекламы быстро они как бы идут. И они тревожны, они вас тревожат. Но дело в том, что вы на пути этих мыслей стоите. То есть, вот они проходят сквозь вас. попробуйте отойти от них вот быть наблюдателем вот их наблюдать как они мимо проходят вас а вы просто их лицезреете все вы их просто видите но вы не стоите никакой пути вы их не думаете эти мысли вот вам что нужно научиться делать с этими потоками мыслей мысли еще вариант как отдохнуть от этой мысленных вот этой руминации постоянно этого мыслительного процесса ты просто на тех выматывает это закрыть глаза и нажать на глазные яблоки но не сильно чтобы немного было болевое ощущение но не сильно расскажу как у меня получалось у меня отключалось мозг там была просто темнота потом такие звездочки начинали там мозгу мы появляться это такие черточки разноцветные такие проскакивать тю 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 то есть когда вот так делаешь ты просто отключаешь мыслительный процесс это словно вот если на улице ночь у нас горит люстра лампочки ну люстра в комнате и ты просто гасишь берешь на выключатель и ты помните ничего не видишь все ты видел там стол диван телевизор видел там еще какие-то предметы как только ты свет погасил у тебя шторы закрыты тут и в комнате ничего не видишь все вот такой принцип примерно работает с мыслями ну по крайней мере у меня работал но но я его очень поздно нашел нашел очень поздно этот способ я как бы так то есть скажем так нашел бы его раньше возможно он бы мне еще лучше помогал при выходе вот с этого тревожного состояния потому что зачастую ты просто не можешь вырваться с этого мыслительного процесса ты ничего с ним не можешь делать и он все постоянно тревожит от этого устаешь вот от этого всего что с тобой происходит никак не можешь его отключить поэтому возможно вот этот прием который я вам говорю он вам даст передышку делать то есть отключать вот свой мыслительный процесс как я называю тушить лампочку я что потом интересно стал я запомнил эту темноту мозгу темноту этому мозгу когда я нажимал у меня бац ты вот попадаешь как скажем когда ночь у нас наступает ночь ты выходишь на балкон и все у тебя темнота одни звезды только то есть ты выходишь во вселенную а во вселенной ночь так вот ты маленькую вселенную делаешь у себя в мозгу ты тушишь свет и к тебе приходит ночь идем дальше гормоны обслуживают мысли ну вот жанна гормоны я думаю точно не на мысли не влияют они возможно что-то происходит эмоционально эмоционально но все равно я думаю это связано с эмоциями это не не восприятие человеком того что с ним происходит если человек должествование у женщины начинаются те дни которые у нее начинаются то ее убеждение не соответствует она не хочет там неких болевых ощущений там еще чего-то а вот оно происходит соответственно из-за неправильного убеждения возможно может у нее возникать вот эти эмоциональные перегрузки понимаете как она работает я думаю это это есть отчасти связь но это мое личное мнение я думаю я процентов на 90 буду прав сейчас объясню почему моей практике когда я выходил с этого состояния я учился слаживать пазлы именно у себя в мозгу причинно-следственные вот эти слаживать как она получается вот я все это разбирал и до многих ответов я как бы дошел сам и потом потом в процессе через какое-то время там через три месяца через четыре мне просто попадается ролик какого-нибудь ученого например так как тяны черниговской это знаменитая российская ученого ученая у нее много разных регалий как говорится там она лингвист там и так далее там куча у нее всяких как это называется но скажем так медали вот и она как-то в одном ролике сказала что мозг есть мозг а мы есть мы а я к этому пришел это но за полгода до этого чисто вот мне пришла такая мысль понимание что я есть я есть мозг есть мозг но откуда ко мне в голову пришел этот вывод потому что я как-то стал думать вот я не хочу тревоги а она у меня есть я не хочу этих мыслей они у меня есть но я же их не хочу правильно а так не получается вот я не хочу они есть если бы я не хотел их бы не было правильно значит мы единое целое а так получается что я не хочу они есть значит мозг есть мозг я есть я и он меня не слушается понимаете он делает свое там чего-то выдает там тролли потому и так далее вот я как-то из этого анализа мне пришла такая мысль идея что я есть я а я мозг есть мозг потом через какое-то время я вот эти доказательства обнаруживаю именно в ю тубе и это не то что там сказал какой-то психолог там как бы типа меня да а именно ученая ученые известные ученые что мозг есть мозг а мы есть мы вот ну это я только один пример вот вспомнил который мне на ум пришел почему я говорю что это не точно но я думаю что это так потому что во многих ситуациях я уже доверяю своему мозгу и тот ответ который он мне выдает он попадает скажем цель то есть он верно мне ответ дает мой товарищ мозг так идем дальше так у меня со сном тоже так было перестала спать спала максимально 2 могла вообще не спать несколько ночей было страшно прописали мир тазопин помог сходите в психиатру а это уже дмитрий советую смотрите препараты они будут работать ребята как вспомогательный вспомогательный как костыли будут вам помогать но запомните одну вещь по препаратам если вы просто будете пить препараты больше ничего не будете делать то вода вы там где-то может выскочить а вас такое своеобразное облегчение будет там такие вещи происходят но первая вероятность вашего попадания обратно процент высокий процент высокий особенно если кто-то долго в этом был в памяти все сохраняется мозг он все помнит он все помнит потому что он только стирает нейтральные моменты где мы не реагировали эмоции то он все это нейросеть она как бы на на распадается исчезает а если мы где-то отпечатывали некими эмоциями то это у нас все там остается в памяти нашей библиотеке и второй момент еще есть такой интересная штука способность нашего мозга это изучать изучать инородное тело инородное тело но отнесем препарат это инородное тело то что мы забрасываем себя мозг это изучает он изучает вы не думаете что если вы не учите его то он сам не учится он изучает эти препараты и постепенно со временем он начинает и нейтрализовать то есть скажем так если вам помогала одна доза одна доза то потом она уже не будет по моему работать так как нужно значит что делают значит увеличивают дозу увеличивают дозу либо меняет препарат потому что мозг уже его изучил он его умеет уже не нейтрализовать то есть обезвредить чтобы он не действовал на нас то есть он получается пустышкой препарат потом последствия почему я так думаю потому что когда я ездил когда еще пил антидепрессантом на первых там после третьего года я все-таки обратился мне там выписали но не особо мне не помогали но это не про то чтобы вы не пили антидепрессанты помогает если правильно и вам подберут они обязательно будут работать но крепко на это не рассчитывайте нужно тренировать свой мозг так вот когда я приезжал мне выписали лирику лирику и мне психотерапевт сказал такой на тот момент тревожному человеку сказать одну такую вещь говорит вы не переживайте вы сейчас всего лишь одну капсулу выпиваете вот у нас есть пациенты которые по три капсулы сразу пьют то есть по три вот этих там красненькая половина беленькая три сразу пьют у меня туда пришла мысль и ё-моё это сейчас мне дали одну вот то что со мной происходит няш это страшно это от тебя а то а то я еще приду к такому моменту что буду три их пить три их пить понимаете и вот исходя из этого ты делаешь вывод что все-таки мозг не дурак и он убирает вот это все инородное то что мы пытаемся им там чего-то поправить что-то изменить точно как таблетки и с давлением связаны человек пьет какой-то период а потом где-то не перестают работать ему просто меняет препарат понимаете потому что мозг он изучил и адаптировался к нему он его нейтрализует вот так идем дальше тоже так было перестала спать помог сходить психиатру попейся до снотворного но одновременно нужно тренироваться ролик по сну у меня есть начинаете работать я уже более менее засыпал более-менее как бы засыпал где-то это недели через две серия 3 уже как-то я сном мог управлять дальше у меня все лучше 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 становилось и я полностью свой сон скажем так взял под контроль и полностью им управлял вот сонат но от него горячего то во рту стоит и засыпаю на минут двадцать тридцать и просыпаюсь от того что колотится сердце как бешеное сонат по моему это не крепкая снотворная вот помню мне как-то выписывали запекло если кто-то слышал запекло запекло но я его не пил я его не пил он тоже так свалялся там кстати только 10 таблеток выписываются потому что идет очень как говорят быстрое привыкание снотворного вот этого запекло на я знал такого человека которого рассказывал что он запекло он пил пил ладно не буду рассказывать чтобы у вас не накручивать и не не пугать но про это помните что мозг он постепенно постепенно он будет нейтрализовать препараты а значит препараты идут как вспомогательные но нужно работать с мозгом так вот вы имеете ввиду несмотря на это все тревогу и прочие атаки можно убрать психологически я так понимаю вы имеете ввиду не прибегая к препаратам если я вас правильно понял туда я это сделал то есть я выходил без препаратов пил пару раз там лирику наверно пару раз потом кутипин пару раз но в принципе я шел без препаратов я их не пил хотя стояла целая тумбочка стояла целая тумбочка у меня дома этих препаратов на кухне тревожный человек он все время покупает и раз складирует и достанет эту побочек ты как почитаешься тревога еще больше стоишь эту таблетку берешь ее ломаешь на четыре части делишь так не это много выпить и вот пить не пить пить не пить и вот это вот это все больше и больше тяну тревогу потом все в шкаф составляет выпьешь а зачем я выпил а вдруг у меня хуже станет вот такое мышление вот я себя помню сейчас это смешно но на самом деле таки было ты берешься и и думаешь пить вот и не пить вот разломать и в меньше может больше ножом деле что ты вот ну и вот такое вот вещи происходят дима чисто так не выписали соната но от него горячевато рту стоит и высыпаю на минуту двадцать-тридцать и просыпаюсь от того что колотится сердце как бешеное просыпаю с тревогой сердце колотится что это не понимаю смотрите что происходит ночью происходит продолжение дня если вам даже у да удалось заснуть удалось заснуть но это не сон у тревожного человека глубокого сна нету у вас у нас идет поверхностный сон то есть ты полностью не погружен ты пребываешь все равно в некой активизации ты ты живешь на стрессе ты живешь все время на эмоциональном напряжении поэтому если у тебя есть опасность то ты не можешь полностью мозг он не отключается понимаете то есть он вроде бы спит но все равно бдит потому что кругом опасность 2 есть такой момент у кого кому снятся страхи смотрите ночь это продолжение дня то есть если мы в течение дня находились на стрессе для мозга это опасность то в ночь мы уходим с этой опасностью и мост нам начинает там дальше трансферовать понимаете то есть вот снятся ужастики там такие такие вот вещи так сейчас объясню почему ослаб нас вырывает со сна ну-ка ну почему меня когда-то тоже вырывала со сна вот ты спишь как бы вроде бы спишь спишь потом что происходит ведь уровень тревоги он не постоянно не постоянно нелинейный то есть она не находится в одном каком-то своем градусе понимаете она имеет свойства варьировать то есть всплески и вот на этом всплеске у вас вырывается сна соответственно что страх тревога вот ва наше сердцебиение но что человек начинает пугаться вот этого сердцебиение на жестках что мы сейчас там умрем или еще чего-нибудь вот еще и что дальше начинаем метаться начинаем бегать у кого дом по дому у кого квартира по квартире ты начинаешь вот ты даже не это не не соображаешь ты это все делаешь фиксор ты рефлексор но делаешь избегания я как-то вот потом ванну все время носился мой ванну там тебя немного и пуская ты как бы избежать вот этого состояния ты пытаешься вот что-то избегать и потому у тебя страшно что если буду про это думать вот оно все ты сейчас умрешь вот и а и ты вот такой какой-то избегание это делаешь потом тебя предспускает немного Ты рад, ты замечаешь, что тебя предпустило, ты идешь снова, пытаясь заснуть. То есть там такие вещи происходят. Здесь нужно понимать, что с тобой ничего не случится. Почему бьется сердце, потому что это кортизол, это адреналин, неандреналин. То есть работает сердечная мышца, потому что мы в опасности, значит, нужно кровь качать. Нужно усилить поток крови, чтобы раздать кислород нашим органам, потому что его сейчас надо будет больше. Потому что мы начнем делать некое физическое, физические некие действия. Понимаете, как оно работает? Вот так. Не забывайте, поддерживайте, ставьте вот эти пальчики, ставьте лайки, не забывайте. И помните, ребята, мы делаем это все от своей души, на своих этих самых, все действия, все в современном мире. Везде, в современном мире, без то, что называют денежные купюры, некуда. Некуда. Везде нужно платить. Поэтому обращаемся к вам. Надеюсь, вы понимаете нас. Мы понимаем вас. Поэтому мы канал не закрываем. Он в полном доступе, бесплатно. Потому что я знаю, что это такое. Я в этом был. И я знаю, что люди, даже если бы хотели, где-то сдалека, с каких-то районов, там, где нет психологов, специалистов, им просто некуда обратиться. Канал Ютуб, он дает возможность на удаленном дистанции пользоваться тем, что я рассказываю. И самое главное, мы предоставляем это бесплатно. Бесплатно. Понимаете? Поэтому понимайте тоже нас. И некой небольшой суммой поддерживайте. Поддерживайте. Помните, с миру по нитке голому рубашка. Один прием психотерапевта вы сами или психолога вы сами знаете, сколько стоит. Поэтому, чтобы понимать, как я говорю, нужно себя поставить на место другого человека и подумать его мозгами. То есть, побыть на его месте. И тогда ты начинаешь понимать. Тогда ты начинаешь понимать. Но к этому, ко всему, вы постепенно придете. К осознанности, к пониманию. Это будет постепенно. Потому что у вас сейчас у многих много ошибок в мышлении. Много ошибок у людей в мышлении, которые там начинают обижаться, еще чего-то. Но мы обижаемся лишь из-за своих ошибок. Потому что если мы в должествовании нам должны, то мы все время будем считать, что нам все должны. Но не нам. И вам никто ничего не должен. Понимаете? А здесь идет обоюдное взаимопонимание. Взаимопонимание. Осознавание. И поэтому коммуникации. Мы друг друга можем только поддерживать друг друга. Тогда мы будем существовать. Мы зависим от нас. Вы зависите от нас. Вот она взаимность. Вот она взаимность. Так. Сколько уже время стало? Пол девятого. Там вопросов. Но надо заканчивать. Я сам понимаю, что вопросов много. Но ночью. Ну да, будем заканчивать. Если хотите, задавайте платный вопрос. Если хотите, что вы хотите. Если еще хотите, чтобы кому-то что-то ответил. Быстренько. На сверх закидывайте или на донатите. Потому что еще отвечу, наверное, на пару вопросов. Да. И будем заканчивать эфир. Потому что тоже. Это тоже не просто. Мне вот. Мне же нужно думать, что говорить правильно. Это все. Оно является. Но кажется. Оно тоже. Оно является работой. Работой. Потому что ты тоже. Думаешь. Ты тоже напрягаешься. Ты тоже. Ну. Как бы. Не огородишь, а бы что. Не сидишь. Вот лишь бы лопатать. А старайся ты, чтобы человеку дать вопрос. Потому что если я буду говорить просто так, то то, что я вам говорю, вам не будет помогать. Потому что, ну, если не понимая, так вот, а вы болтать, вы будете делать, но вам не будет помогать. Поэтому я стараюсь сосредоточиться. Поставить вас, себя на ваше место. Понять, что у вас происходит. И исходя из этого, дать рекомендацию, что делать в этой ситуации. Вот как оно работает. Может, с вашей стороны, это кажется все, вот, Александр легко, так вот, как орешки, это щелкает. Но поймите, это все в голове делаю. Это не так-то легко, там, сложить пазлы, получить ответ, как бы. В некоторых ситуациях, да, мозг где-то выдает. Бам. Само. Но все равно это нужно туда настроиться, чтобы он выдал тот ответ. Вот. Вот такие моменты. Так, ну, что еще попытаюсь ответить на пару вопросов. Да, про гормоны говорили. У меня со сном тоже так было. Мне выписали сонат. Ну, сонат, это, по-моему, такое легкие снотворные сонаты. Они, по-моему, даже безрецептные. Безрецептные такое. Просыпаюсь с трехсердца колотецом. Ответила. Мне снотворное тоже не помогало. Я их много перепробовала. Нертозапин. Это антидепрессивный. У вас просто острая фаза тревожного расстройства. Ну, вот, видите, вам уже подписчики, вы между собой уже там общаетесь, у кого что было. Так, снотворное. Так, у меня все точно. Так же было сердцебиение и остальные прелести невроза. Не отчаивайтесь. Слушайте, Александр, он говорит, нужны и правильные вещи. Это помогает. Но нужно, время, все пройдет. Да, ну вот, добавлю комментарию АВ. Не только время, а нужно делать. Нужно делать. А не только смотреть. Потому что у многих, ну, не у многих, в какой-то части есть убеждение, что если он будет просто смотреть, но ничего не делать, то у него это пройдет. Нужно больше, даже больше делать, скажем так, 50 на 50. Потому что, смотря ролики, ты сначала не понимаешь, где-то так, по крупице, по крупице, на тревоге, ловишь, ловишь. Но чем больше ты смотришь, все равно оно туда заливается, ты осознаешь, понимаешь. Там разные факторы работают. Ты потом начинаешь их по другим углом видеть. Кажется, один и тот же ролик, но ты его видишь уже по-другому через какое-то время. Ты его видишь как бы еще новее глубинное осознание. И осознанней то, что я рассказываю. Ты начинаешь уже полностью глубинно понимать, о чем я говорю. Если поначалу ты потихонечку начинаешь понимать, про что я там рассказываю, и человек без понимания, ты вот по крупице. Это у всех так будет работать. Абсолютно во всех, кто не ведал, не сведомы в психологии. То есть ты входишь как в первый класс. Ты начинаешь учиться. Ты начинаешь слушать, чтобы учиться. Чтобы учиться. И делать. Делать, запомните. Делать столько, сколько надо. Потому что мозг вас будет постоянно обманывать. Не делай это, это все ерунда. У Александра одно, а у тебя совсем другое. У тебя некая другая там болезнь. А у него, наверное, там какая-то другая была. У него, наверное, там легкое что-то было. А у меня такое тяжелое. Вот эти мысли разные будут приходить. Но это не так, как вам говорит мозг. Не так. И вот этими заблуждениями, что он вам будет внедрять вот эти мысли, вы будете переставать делать. Вы будете останавливаться. Это великая ошибка. Это великая ошибка. Там главное не сдаваться. Делать, 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 делать. И будет результат. Вот. Ну, конечно, там всякие нюансы, закоулочки, подкаулочки. И все вот это нужно понимать, знать. То есть, если даже вы где-то что-то не понимаете, где-то застряли, где-то там, то обязательно, если вы будете работать со специалистом хорошим, то все вот эти ловушечки вы обязательно пройдете. Даже если, ну, не будет у вас получаться там выходить по родникам, то в работе с специалистом вы обязательно выйдете с этого состояния. Вот. Потому что зачастую тяжело самому разобраться. Информации очень много. Очень много информации. И ты просто запутываешься. От тебя мозг прячет. Ты не видишь, понимаете. Если ты вот смотришь вроде 10-минутный ролик, ну, ты его мог там 100 раз просмотреть, там, 50 раз просмотреть. Посмотришь на 51-й раз, и ты бац, а вот ты то не видел, вот он сказал, и тебе дошло. А ты этого не видел, ты 50 раз смотрел, и этого не видел. Мозг от тебя это скрывал. Первое. Второе, ты не осознавал, как это. А вот здесь тебе бах, как просвет. Бум. Вот оно как тунг, там что-то в мозгу щелкнул. А, эврика, вот оно как. Понимаете, как оно работает? Психология, как я еще раз говорю, это очень тонкое дело. Так. Есть моторная, у меня все. Так, Ярослав Ходоля сообщения, у меня все-таки тоже было. Это помогает, но нужно время. Все пройдет. Если не будем работать, ребята, ничего не пройдет. Трудиться, 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 еще раз трудиться. Не надейтесь на авось. Авоська может прийти, но очень редко. И, как правило, она не приходит. Только своим кропотливым трудом. Кропотливым трудом и тренировкой. И тренировкой вы выйдете с этого состояния. Но постоянно мозг вас будет... Постоянно вы тысячу раз будут вам казаться, что нет сил, я уже не могу. Все не могу, заменить на могу. Все, что, как делать, я все рассказываю. Я все рассказываю. Все. Ту информацию, что я знаю. Что я делал. Как я делал. Как я это понимал. Как я это осознавал. Что происходит. Как происходит. Насколько я могу это развернуть, объяснить и преподнести. Настолько я это делаю. Я ничего не скрываю. Я ничего не шифрую. Я ничего не прячу. Все, что я знаю. Все, что со мной было. Практически. Ну, то, что я помню. Все я вам рассказываю. Все я вам даю. Но, ребята, поймите одну вещь. Никто, кроме вас. Никто, кроме самого тебя, это не сделает. Психолог это всего лишь тот человек, который вам показывает путь. Но, весь путь все равно придется вам проходить самим. И чем быстрее вы это осознаете, то быстрее вы начнете действовать. А не будете метаться, искать где-то, чтобы что-то, кто-то там золотую таблетку какую-то дал. Или кто-то за меня там пошаманил, поколдовал. И у меня все прошло. Чудес не бывает, ребята. Чудес не бывает. В жизни чудес. Чудеса только в сказке. Поэтому, отбросьте от себя вот эти все видения, там, что там, как-то кто-то там поколдует, пошаманит, там, может, что-то мне там сделает. И у меня все это куда-то пропадет. И начинайте работать. Может, где-то единицы каких-то таких гипнотизеров есть. Я не знаю. Но дело в том, что я сомневаюсь, что мы попадем к этим там гипнотизерам единичным, если они есть на самом деле. Понимаете? А вот то, что работая самому, ты точно с этого выйдешь. Ты с этого выйдешь. Потому как я не один с этого вышел. Я знаю людей, которые с этого вышли. А значит, что невозможного нету. Невозможно только до тех пор, пока мы верим в то, что это невозможно. Это всего лишь наши мысли, в которые мы верим. Это наше неправильное убеждение. Поэтому всем удачи. Тренируйтесь. Тренируйтесь. Идите свой путь. В отличие от многих людей, вы уже на моем канале и уже знаете, что делать. Что? Как? А многие-то не знают. Миллионы не знают, что делать. Я думаю, даже не сотни тысяч, а миллионы. Они не знают, что с этим делать. Ходят по кругу. Туда-туда, к разным врачам, специалистам. А вот и ныне там. Поэтому вы уже где-то в лучшем положении от тех людей, которые еще не нашли канала. Которые, может, и не найдут канал. Понимаете? Поэтому тренируйтесь.